Книга «Открытым оком», вопрос 3485, том 22, тема «Смерть». «Когда возникло такое глубокое почитание умерших, как у нас в православии», отвечает Игнатий Тихонович Латкин. С самого начала, как поверили, что человек где-то есть после смерти, и что участь его еще не совсем определена, и ему нужно помочь. Отсюда и бальзамация, и пирамиды, и надгробные курганы. Книга «Экклесиаз» 3.21. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» К мертвому обращались, как к живому, стараясь почтить его. Премудрость 14.22. «Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя по великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром». Когда Конфуция спросили, насколько важно повиновение умерших, он ответил, «Если скажу, что это очень важное дело, вы перестанете забыться о живых. Но если скажу, что это ничего не значит, вы вообще забудете своих усопших родителей. Когда умрете, тогда узнаете сами». «Беда в том, что стали столь заботиться об усопших, что совсем забыли про нужды живущих». Сирахова 23.10.11. «Меньше плач над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Плач об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его». «Наше положение сегодня такое, что и умершие не позавидуют. Столько духовного насилия в церквах». Иеремия 22.10. «Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей». Иезекииля 24.17. «Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай». «Если бы слушали голос владыки неба и земли, и знали, что умершие в руке Божьей, и участь их определяется ими же самими при их жизни, то разве так колотились бы в закрытые двери?» Матфея 8.22. «Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». 2 Коринфянам 5.10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответствие на тому, что он сделал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5.10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мой вопль немногие расслышали извне, схватили голову свою между ладоней, быть может, вразумяться чуть поздней, сам Бог им стражу жуткого нагонит. Кричу о криминальных отступлениях, от слова Божия почти что поголовно, рассвет далекий брежется маленько, от крика перепонки могут лопнуть. Что в церкви делается, что в монастырях, бум на мощах, мироточенье диком, угроблено часов бесчетно зря, и суток и столетий крайне видно. Такие ясные и четкие глаголы, слова Иисуса в Библии Небесной, из Византии привезли осколки, пещерное учение в келье тесной. Вот и гноили, гнули с тяжким гнетом, стоять учили в длинной литургии, умов писания столетия не коснется, а значит, без уверования будет гибель. С надеждой сею по готовой пашне, но пруд посеянному наглые попы и плевелы разбрасывают важно, а языком молотят только пыль. Для будущего высеяно столько, что хватит недругам, врагам и оголтелым, верблюду не пролезть в ушко иголки, толкую о душе, не о дебелом теле. День и то дня почти неотличимы, но близится кровавая расплата за отвержение Библии, кричащей о кончине. Гнев попалит все храмы без остатка. Просил и требовал я выхода в эфир, грозился климат изменить с годами, но остаюсь почти один эстир. Ни телевидения, ни радио не дали. 2 августа 2007 год. Игнатий Лапкин.